Боже милости, будь ко мне грешным! Ты создал меня, Господи, ты и помилуй меня! Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй! Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувиму, И достойную большего прославления, чем Серафиму, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресна, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи, Иисус Христос, Сын Божий, молит ради Прочистой Твоей Матери, силой честного и Житворящего Креста, и Святого Ангела, моего Хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец! Аминь! Аминь! Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, везде сущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, преди вселись в нас и очисти нас от всякой скверной и спаси благие души наши! Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые по сети и сцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и Сила. И слава во веки веков. Аминь. Во веки. Аминь. Встав после сна, преподаем к стопам Твоим благи. И ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, Свят, Святый Божий. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от слад и поднял меня, Господи. Ум мы просвети и сердце. И открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, Свят, Святый Божий. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно пройдет судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, Свят, Святый Божий. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогнился на меня, ленивого и грешного, и не повертел жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное этого человеколюбия, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твоего. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слово Твое, но уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою ста моих, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воскрывать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и в веки веков. Аминь. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем ко Христу. И вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду Его. Ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против Тебя. Я Бог, Твой Бог. Не за жертвы Твои я буду укорять Тебя. Все сожжения Твои всегда предо мною. Не примутельца из дома Твоего, не козлов из дворов Твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животных на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы Тебе, Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси жертву Богу хвалу И воздай Всевышнему обеты Твои. И призови меня в день скорби. Я избавлю Тебя, и Ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что Ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста Твои. А сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста Твои открываешь на злословие, язык Твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата Твоего, на святоматике Твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как Ты. Изоблещу Тебя и представлю пред глаза Твои грехи Твои. Уразумейте это, забывающая Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе я Тебе единому согрешил, я и лукавые предощами Твоими сделал, так что Ты правден в приговоре Твоем, ищи в суде Твоем. Вот я в беззаконии, из защитного грехе, родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня истопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Наущу беззаконных путям Твоим и нечестивей к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного, Ты не презришь, Боже, по благодетельству и по благоволению Твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодно буду тебе жертву правду, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу тебе песнь спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшись. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христи Божий. И спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные тебе дела. Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения. И спаси меня, и введи царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостои меня предсветить Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю Божьих сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью, прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия, и народного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется слава воздать каждому по делам Его, да найдет у нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его и готовыми войти с Ним в божественную радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного, раба твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб, избавь меня от многих убеденных воспоминаний, намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки и веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Ольга, Анатолий, Георгий, Елена, Наталья, Сергий, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшка Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей и всех православных христиан подай им Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи и силы Твою дару им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, простим все и грехи вольные и невольные и даруем Царствие Небесное. Со святыми упокой Христе души рабов Твоих, правцев, отцев и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизни бесконечной. Поистину достойно прославлятия как Богородицу, всегда блаженной, пренепороченной, и Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя как истинно Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почте, чем Херувима, и несравненно славнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву они про чистую Твоей Матери, преподобную богоносных отцов наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже, наш милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых придаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добрительно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, и успех в трудах, избавь их от хитрых хознений дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоли Твоего при чистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Аминь. Господи, Боже наш, возри на детей наших, не спошли на них духа привудрости, разума и благочестия, и просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели, усвоили изучаемые ими предметы, и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение, потому что Ты, источник премудрости, и Тебе слава возносим всегда ныне пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь сильно. Спасибо. Сына. Павла, Геннадия, Сергей, Сергей, Василия и Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Авросия, Вадима, Захима, Липия, Андрея, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, митрополита Тихона, и весь священниче, скиночий скичин, и высший истин, служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дающим священника, если угодно тебе, смири власти воин твоих, наведи страх твой на них, и умудри их издать добрые законы, дабыли дали достойно жить людям, чтобы имели из чего уделять нуждающимся, сохранив от покушения на них, Владимира, Деметрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, благодарю Тебя, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил, и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить умножить все наши таланты, дарованные Тобой, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха, дабы не нарушать нигде заповеди Твои. Благослови нас, Владыка, и сохрани, и защити жилища наше и селения от пожара, от воров нечистой силы, и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, брати, благослови болящую Людмилу, любовь, Владимир, Лисей, Иосифов, прежде добрых жителей, знающих и любящих уставы Твои. Благодарю Тебя, Господи, милости Твои полна земля, благослови Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Валентину, болящую, Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Езру, Русика, и дару истинной веры во Христа, Спасителя, Самире, Тимуру, Возри на угрозы и пакости, Какие творят враги наши, Вразуми их, Настрой их, На доброе расположение, И наше сокровище сохрани, И воздай добром тем, Кто помогает нам там быть. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе, Благостави благодетели наших, Елену, Людмилу, И обрати Евгения, Наталью, Надежда, Эдуарда, Юрия, И от пьянства, Избави Павла, Михаила, Андрея, Игоря, 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 Спаси, Посети, Господи, Болящих, Дай силу перенести страдания, И пошли мы исцеление, Иллариона, Кирилла, Иоанния, Алексея, Игоря, Аликтина, Людмилу, Надежду, Валентину, Валентину, Марию, Александру, Благодарю тебя, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни, ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Посети, благослови наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марии, Татьяну, путешествующих, Раису, Льва, Виктор, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, и сохрани наше сокровище, в интернете, и книги, «Веси в пути», и трудящихся, Игоря, Юрия, Дмитрия, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Владислава. На идею обратите Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Леонида. Хвала Тебе, наш Господь. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, когда дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божиим. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас, и помилуй. Господи, воздай вечности всем и благословения Твоим, кто трудился над моей душой возрастания, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну, и помогавших нам совершить это путешествие в гостей Павла и Зинаиду, Александра, Дмитрия, и Милу Надежду. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю тебя, мой добрый ангел, сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу тебя, мой ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу и помытарством, страшным и непонятным, и введя навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, креститель, претеща Христов, моли Бога о нас, но учи нас, Господи, житель в бедности, имея пропитание, одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, чтобы видеть нуждающихся и помогать им. Аллилуйя. Молите Бога о нас, это и пророки Божии, Илья, Елисея, нох, Моисея, и Самоилару, и Авель, но Иосиф, патриархи, и Азраниемия, мост, наум, Исайя, и Иеремия, барах, языки Иосия, и Агей, и Сапония, Захария, Малахия, и Давид, и Днапан, и Данилотрик, и пророк Михея, и Авраам, и Саак, и Яков, да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, дабы день прихода в то нашу отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными еле добрых дел, с отделанной Духи Святом с любовью. Аллилуйя. Ян, креститель, претеща Христом, моли Бога о нас, мужчина, житель в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и видеть нуждающийся в нашей помощи. Святитель Иисус Никола, меропитись и чудотворец, моли Бога о нас, молите Бога о нас. Святые ангелы, архангелы, Херувим и Серафим и Небесная Сила, престолу Божьего предстоящего, святые апостолы, Петр и Павел, юнгелисты Матфея, Марк, Лукая, слава тебе, Боже наш, слава тебе, молите Бога о нас, святые мужчинки, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарус, Минский, святые философы, Космай, Дамьян Андреев, Протилат и Ирон Мущин, Кремент Римский, Кремент Анкирский, Анфимий Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мужчин, и полк, царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Денин, Иосиф Борис и Глеб, молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Господи, каждому дару изжигает Сергей Ильинин. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь и даст веру Анфиму, Вениамину и устрашиваю родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святая царь Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Злаковусов, Апанасий Великий, Примсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радоневский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тоборский, Ян Кронштадт, Ян Шанфейский, Кирилл, Меподий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. И Романа избавь под ухо лжи, И дай погибнуть ему. Благослови Никиту Виталия, И дары духовные, И рождение, И жизнь в тебе, И желание трудиться в поте лица. Будь милостив, Владыка. Вы слышите молитвы всех, молящихся о нас, Кирилла, Неподий, Иннокентия, Николая Макария, Алтайского, Филарета, и переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, дабы у нас было горящее желание исследовать Слово Божие, проповедовать, нести Его, чтобы были живыми христианами. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёпка-первомущенца, Патина-Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриана, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Ирина, Нина, Мария, Магдалина Мария Египетская, Прескила, Акиила, Андроника Юния, Киприяна Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудренность и дливой женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. И нас помилуй, милости Твоя ради исправь, не покори, Галина, семейство Евгения, Надежда. Ладно. Людмила и Анна. И прими нашу молитву и воздяяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Мы просим, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господь и Бог нас, Всевышний Создатель, услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Прошу Тебе, даруй мне здраво и верению и сделай свободным для доступа наше сокровище. Вмещи сердца и благослови тех, кто помогает нам там быть. Господи, любящий наш Отец Небесный, ради голгостких страданий Сына Твоего и Господа и Бога нашего Иисуса Христа прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро, Аминь. Аминь. Доброе утро. Спаси Христа за молитву. Доброе утро, какой-то заходил. Он под чужим именем, подписанный король. Так что смотри за этим. Что молимся мы, чтобы никаких лжецов не было, никаких никого аватаров. Вот у нас сейчас все как надо. Свои фотографии, свои подписи. То есть за этим надо следить. Ответственный ты. Сейчас я заправлю. Давай. Доброе утро. Доброе утро. Кто грамотный есть, не совсем понятно, кто куда заходил. Вот я удалил. Раз, два, три, четыре, пять человек. После этого никто не заходил. Кто куда заходил? Тут заходил какой-то бритый был. И написано, я прочитал, у него король подписан. Микрофон включитель. Какой-то был, я не знаю, пока не удалил. Он стоял здесь, бритый. И там написано под ним, король такой-то. Ну какой король-то? Ясно дело, что фальшивка. Здесь сейчас на молитве? Нет, сейчас нету. Его нету. Ему надо... Нет, заходил сегодня, вот сегодня, сейчас... Да, сегодня он здесь был, был. Где-то был, наверное, минут 20. Мальчик заходил и выходил. Да-да. Потому что... Но он не король-то. На молитве, если будет неправда-ложда, куда мы придем? Почему у меня скайп-то не... Значит, он в группе в этой нашей? Или как? Он не может зайти, пока я ссылку не дам, двери не открою-то. Да, он может... Какой-то же был? Коваль, по-моему, да? Да, это Сергей Козлюк. Я его вчера принял, он вопросы вам задавал. Он бритый, вы сами с ними разговаривали. Вы вели с ним занятия, он... Он увидел, что группа... Нет, Коврик Стас. Коврик Стас, по-моему, вот тот. Ну, Коврик Стас, он тоже наш. Никакой он не король. Просто у него по-английски написано. Надо, чтобы по-русски написано. Сергей, я говорю, под надписи, там, я прочитал. Если Сергей Козлюк, я его знаю. Там написано, не он, а король какой-то. Кёниг. Ну, что вы думаете? Поэтому предупредить, чтобы заменил подпись. Не лгал. Вот я о чем сказал. У него на английском языке просто написано. Некоторые не по-русски пишут, по-английски. Ну, по-английски я могу отличить слово-то от слова. По-английски-то. Так, ну вот, тот... Конюк. 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 Конюк МСС. Конюк, это означает царь, король. Чего за король? Как вам речь? Где посмотреть-то их? Давай, походи. Гуля, 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 гуля. Видите, она вышла. Вот оно такое. Вот оно, как. Ну, довгонюк. Лена, если ты... Ну, у тебя его тоже, у тебя же его нету, да? И здесь он не отметил. Как его теперь вычислить, кто такой? Так, если он в нашей группе... То надо найти, значит, заинайти в группу. Ну, по-моему, вот этот довгонюк есть, но он отображается, как коврик, стас, что-то такое. А, это когда на этой самой, да? Когда на кругляшочке. Ну, не может же у него два ника быть? Или отображается... Ну, фотография та же, вот, которая... Да, Стас, но он молится с нами. Ну, он заходил-выходил, что-то его выбивал. Ну, скорее, может, выбивал. Не было, я не видела. Никакой не шпион, потому что надо... Вот я еще сегодня молился, думал, надо нам тоже обезопасить. То есть, любой может ссылку задвинуть из наших, любого запустить, любого выпустить, любого выгнать, как бы... А я отвечаю. На всех ответственность тогда. Так, помогайте мне. Если у нас просто была такая уже один раз пакость, кто-то залез, какой-то хакер, это давай тут нас всех удалять. Только молитва и спасла нас. Еще и издевался тут над нами. Я могу вас одним разом всех прихлопнуть. Нужно быть грамотными в интернет. Войне этой. Молиться об этом тоже. Так. Я пробую ставить. Все, где маленький, если вроде не закачать. Она не застала, а последний до порога, это пусть я лады дай дошла. А вам не положено, вы нарушены. Я вернулся назад. Так, сейчас настроим. Так, вроде бы все, сейчас прямую трансляцию включим. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 11. Вопрос 2454. Если все же случится объединение с Московской Патриархией у Русской Православной Церкви за границей, то куда вы тогда подадитесь? Может, снова к Виталию? Он же остался на прежних позициях. Сохранилась ли у вас с ним связь? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Спрашиваю о том своего ипархиального епископа. Он молчит. Вопрошаю батюшку нашего. Молчит. Остается и мне молчать. Учиться нужно у старших по званию. А с митрополитом Виталием нет связи. Вот последнее письмо от него. 29 сентября, по новому стилю, 12 октября, 1998 год. Дорогой о Господе Отец Игнатий! Получил ваше письмо. Да поможет вам Господь восстановить вашу незабвенную потеряевку. Да, я себе представляю, как хорошо у вас там, в этих сибирских дедрях. Потеряевка. Одно название говорит о многом. А тут мы потеряны в этой Нью-Йоркской автомобильной суете. Пеших так мало, редко их видим. Но зато целая лава машин движется медленно по всем улицам, именно как лава. Вот куда ушли все люди. Очень был рад получить от вас весточку. Все-таки время от времени давайте о себе знать. Приятно чувствовать, что и на другой половине земного шара есть свои люди, которые хоть и ходят по нашим головам, а мы по ихним. Но ведь все-таки свои. Храни вас всех Христос, Его Пречистая Матерь. Призываю на вас Божье благословение, ваш искренний доброжелатель Митрополит Виталий. По скрипту. Привет, сердечный, всему ипархиальному собранию и добрых успехов в Церкви Христовой. Кавычки закрыты. Третье царство. 8.39. Ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй. Соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердца всех сынов человеческих. Притчи 16.9. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. 1 Фессалоникийцам 3.11. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш, Иисус Христос, да управит путь наш к вам. Книги мои, книги, я родил вас, В путь далекий все благословил, Вы отчалили от полок, как от пирса, Благослови их, Бог Эммануил. Совопросники толкутся возле трапа, Интервью с открытым оком взять. Кто купил, им не напрасно трата, А провернуть их никак и никому нельзя. Их уже берут на перекрестье, Мушку навели под самый дых. Тысячи ответов стали вместе, Первый век из жития святых. Вспышки тысячами молний и зигзагов, И стихов и глав библейских книг, Поражают скот, зверей и гадов, Сонмища парализуют вмиг. К истинному православию, прожектор, С комментариями весь Новый Завет, В двух симфониях есть истинный селектор, Как же можно брать их под запрет? Проповеди, призыв на одном дыхании, О беде, постигшей всю Россию, После чаши пили из лохани, И в семнадцатом году совсем взбесились. Экономика, политика, семья, Как поправить взаимоотношения, Подлость и измену смеять, А корысть и трусость гнать за шею. Книги мои, книги, Семя благовестия, Вы продлите жизнь мою или сократите? Только знаю, не умрем мы вместе, На иссохшие ответами кропите. Жар и юмор донести до павших, Ревность к проповеди, К слову Иеговы, Языком моим мы целину распашем, История, истирая корочки подковы. Десятое декабря, 2004 год, Игнатий Лапкин. Должен Бог мудрость и слава тебе, Господа. Оля, я тебя разъезжаю вместе со мной в руку поднимать вверх. Вот так же. Оля, я тебя разъезжаю вместе со мной в руку поднимать вверх. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Объединение», том 13, вопрос 2770. «Есть ли ответы епископов по объединению, которые вы поддерживаете, согласны с ними?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот вопрос к епископу Гавриилу и его ответ. Цитата. «Я задам очень провокационный и резкий вопрос, на который вы можете не ответить, но я его задам. Довольно большое число православных верующих, как за рубежом, так и в России, считают, что Московская Патриархия вообще образование не каноническое и нелегитимное с церковной точки зрения, потому что практически вся ее нынешняя высшая иерархия была поставлена в советские времена и была поставлена с благословения не просто властей и безбожного руководства, но под полным контролем КГБ. Таким образом, они все неканоничны. И с этой структурой, пока не сменится полностью все ее руководство, поставленное безбожной властью, просто невозможно иметь дело. Это как Господь водил евреев 40 лет по пустыне, чтобы они не внесли в землю обитованную бациллорабство. Я думаю, что многие в нашей пастве считают так же. Именно так, как вы говорите. У нас раньше было полностью такое представление, такое понятие Московской Патриархии. Мы говорили, что всегда являлись и являемся частью русской церкви. Но никогда не говорили, что Московская Патриархия является ее главной частью или матерью церковью, как она любит себя называть. Было под вопросом вообще, может ли она себя называть частью русской церкви. Поэтому большей части нашей паства непонятно, что изменилось, почему вдруг сейчас такое отношение к Московской Патриархии, будто другого взгляда на нее никогда не было. Но он был. Паству и меня настораживает, что сотрудничество с Московской Патриархией идет. И хотя государство уже не коммунистическое, но многое из советского наследия еще осталось. Когда совсем недавно Патриарх отправляет поздравления к коммунистическому президенту Вьетнама с победой коммунизма, это, знаете ли, шокирует и более чем настораживает. И таких примеров немало. Это в очередной раз показывает, что церковь не отъединилась от государства. Она до сих пор с ним сотрудничает. И, может быть, государство по-прежнему командует. Как церкви жить, как развиваться. Многие волнуются именно о том, что через объединение мы потеряем свою свободу, свою автономию и право на позицию, на которой мы стояли все эти годы. Беседовал Владимир Ойвин, портал Кредо.ру Иезекииль, 16.25 При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Иезекииль, 16.26 Блудила с сыновьями Египта, с соседями твоими, людьми великорослыми и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. Нет перемирия в борьбе добра и зла, в войне объявленной извергнутому духу. Историю конфликтов по узлам по записям ведем, а не по слуху. В библейских строках войны чередой, борьба за выживание, свой Чернобыль, авторитет и власть любой ценой в одну и ту же точку дьявол долбит. Окраинам тревожно засыпать, засады недругов и ультиматум жуткий. Заложников возьмут и ослепят, смех исчезал, не слышно больше шуток. В истории новейшей столько войн, запрограммированных где-то за столами, ни Лига наций, ни в слепой ООН не тушат, раздувают только пламя. Так значит выгодно и надобно кому-то горелым запахом кровавое запить. То рейх, то большевистскую коммунну зачать в пробирках, нежно возрастить. Идет эксперимент по всей планете тоталитарно-дьявольских режимов, доколе мир совсем в грехах ослепнет. И только б выжить, здесь уж не до жиру, а антихристово страшная звезда распялится шестиконечной жабой. Мир с безопасностью пришла пора создать, но мир окажется на удивление шаток. Котел масонский будет опрокинут, и кости, пережженные на выброс, составится презренному прокимен. Из стеллы победителей кукиш внезапно вырос. Но христиане знают ли о том, что войны лишь гроссмейстеров игрища, последний штрих в предсказанном Христом, и только с Ним к спасенью путь отыщем. 16 июля 2005 год, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Объединение», том 13, вопрос 2781. «Если вы не за такое быстрое объединение, то вы остаетесь в меньшинстве или наоборот?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мнение секретаря Синода Гавриила близко к нашему». Цитата. «Есть архиереи, которые больше склонны к более быстрому объединению, чем другие. Такая же ситуация существует и среди паствы. Но мне представляется, зная ситуацию и настроение в епархии, что большая часть нашей паствы, я боюсь употребить выражение «подавляющее большинство», но просто большая часть паствы относится к объединению с большим опасением, с тревогой и волнением, потому что у людей нет доверия к существующей структуре московской патриархии. Даже если мы согласимся с московской патриархией во всех вопросах, то это недоверие все равно останется. Наши церковные люди понимают, что нас разделяло и разделяет. Люди считают, что время объединения еще не пришло, не приспело. Мы еще не можем действительно спокойно и с чистой совестью сказать, что теперь можно объединяться, потому что все вопросы и проблемы разрешены. Я знаю, что есть немало людей, которые хотят объединения, которые говорят об этом открыто и пишут, но я думаю, что не ошибаюсь, говоря, что большая часть, если и не против, то относится к этому процессу с опасением. Книга Сирахова, 16.3. «Лучше один праведник, нежели тысяча грешников». Сирахова, 34.19. «Не благоволит Всевышний к приношениям нечестивых и множеством жертв не умилостивляется о грехах их». Цель не оправдывает средства. Есть предел, есть грань переходить куда преступно. Хотя бы теплое местечко приглядел, примерился воссесть на чьем-то стуле. В нас совесть голосит и обличает и безнаказанно проступки не пропустит. Напрасно морщимся и дергаем плечами, не спрячешься из-за Адама в кустик. Пусть цель возвышена, штурмуется с трудом, не забывал ли о родительской заботе, иначе к совести в полон мы попадем, где рабство тяжкое и ни одной субботы. Цель маскирует многие подходы, чуть покривить, дабы толпу спрямить. Окажется, не цель... Так, заново. Цель маскирует многие подходы, чуть покривить, дабы тропу спрямить. Окажется, не цель, а сам при ней негоден. И снова колесиничные ремни. На помощь совести есть писанный закон, подарен Богом в письменах доступных. Цель не игра, где ставится на кон святое, чистое, где куш маячит крупный. Когда для вечности по совести разгон, на поворотах выгода для ближних, мерилом стал евангельский закон, что не по совести считает вредным лишним. Тогда молитва в тишине течет. Плоды душистые из виноградных кисти легко перед собой давать отсчет, легко и радостно при нищете молиться. И музыкант, лишившийся руки, не выпустит божественные гусли, блаженство ждет наветом вопреки. И неземное сладостное чувство. Цель ничего не может оправдать. Христос оправдывает влезших на Голгофу. По совести, по Библии, единственный мандат. Не растерять бы совести по крохам. 27 июля 2005 год, Игнатий Лапкин. Все скажешь, набивает. Продолжение следует... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Объединение», том 13, вопрос 2782. «Все ли епископы РПЦЗ за немедленное объединение с московской патриархией?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если человек простой еще имеет возможность отнекиваться незнанием, то епископам это труднее. Но они меняют свои слова, дезаверируют подписи, лукавят. Потому и ответ дать можно только приблизительный, согласно их слов. А в душе они могут быть совершенно иными или вдруг перемениться. К примеру, ответы секретаря Архиерейского Синода РПЦЗЛ, епископ Манхэттенского Гавриила Чемодакова. Портал Крэдору. Как вы можете прокомментировать появившиеся одновременно на официальных сайтах РПЦМП и РПЦЗЛ четыре документа, совместно выработанные комиссиями по переговорам об объединении и одобренные священно-началием обеих церквей. Особенно признание деятельности митрополита Сергия Строгородского, цитата, подвигом служения. Насколько эти документы делают реальным объединение этих церквей? Епископ Гавриил. Пока еще рано говорить, что с принятием этих документов мы прямо идем к объединению. Все-таки эти документы сами по себе можно рассматривать скорее как какой-то проект будущих событий. Я должен подчеркнуть, это не только моя точка зрения, я полагаю, но и других архиереев нашей церкви. Но мы должны сперва прийти к какому-то обоюдному согласию в решении всех проблем. В этих документах, может быть, и касаются этих проблем в отношении декларации. В этих документах, я думаю, немало вещей, даже слов, которые могут кого-то соблазнить и навести уже на мысль, что мы сдали свои позиции и уже полностью приняли решение МП. Это не так. Эти комиссии предприняли немалые труды. В этих документах, конечно, есть слова, которые меня очень смутили и многих смущают. Но это слова о, цитата, подвиге служения митрополита Сергия. Я, конечно, не могу назвать его служение подвигом и думаю, что это многих соблазняет. Однако комиссии Московской Патриархии пришлось во многом уступить нам и согласиться, по крайней мере в том, что декларация митрополита Сергия по сути неправильная. Церковь не может так поступать, как поступил митрополит Сергий, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Надо не забывать, что у нас в будущем году будет всесорубежный собор, где будут представлены все епархии делегатами и духовенством имирянами. Но какие бы ни принял решение собор, они должны быть утверждены архиерейским собором, который должен состояться сразу после всесорубежного собора. Замечу, что мы даже не касались серьезного вопроса об экуменизме, а большее время уделили декларации и личности митрополита Сергия, а также отношениям церкви и государства. И слишком мало времени было уделено экуменизму. Вы сами, наверное, видели, что в день появления этих документов на сайте Московской Патриархии, там на первом месте стояла новость о встрече патриарха Алексия II с делегацией Всемирного Совета Церквей. А наши документы оказались на третьем или четвертом месте. Это сразу смущает читателя, особенно нас, зарубежных читателей. Это говорит о том, что с решением вопроса об экуменизме будут большие проблемы. Поэтому говорить о каком-то объединении, пока проблемы экуменизма не будут разрешены, преждевременно. Стоит прочесть историю братанья, чтобы пальму первенства приписывать не к клобукам. Третье царство, 20.33. Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали, «Брат твой Венодад!» И сказал он, «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Венодад, и он посадил его с собою на колесницу. Иеремия 13.16 «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». Второе Коринфянам 6.14 «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего усвета с тьмою». Упрямство осла перешло в поговорку, Какой же упертый солист из пустыни, И с места не сдвинешь ни палкой, ни поркой, Уж коль что задумал, на том и застынет. Чем тешить упрямство, конечно же, есть у особи каждой, Когда разберемся, копыта особое, пенье и шерсть. Как лопоух неказист он и ростом, Израиля Бог упрекал и не раз, За мнение, чуждое воле Господней, За идолом склонность, за гнусную страсть, За цель, что подчас совершенно негодно. Смирение не свойственно роду упрямых, А как хорошо показать его всюду, Пока за упрямство расплата не грянет, Где кротость, туда и спасенье прибудет. Упрямей монашества трудно сыскать, В самом основании самость и дикость. Тоталитарностью пышет устав, Мечта пятилетних добыть себе климакс. Что Бог говорит, то глаголит Писание, Все побоку им, чернорисцам замшелым, Им летом падаясь за худалые сани, Лжепослушанием затарят все щели, Упрямы сектанты различных мастей, Свои заблуждения лучший наркотик. Их дом паутина без крыши и стен, И что ни скажи им, то сейчас они против. Не дай Бог упрямым прослыть, Помереть, и внукам в придачу такое наследство, С двуперстием своим, хоть на дыбу, на смерть, Такие же будут ослицы невесты. Конь необузданный, страшно упрям, Так воля своя сына делает дерзким. Им пользы не даст ни Писание, ни храм, Себе и другим он соделался мерзким. 11 июля 2005 год, Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 13, вопрос 2783, тема «Объединение». Похоже, что объединение Русской Православной Церкви за границей С Московской Патриархией все же состоится. «Куда же вы тогда? В Патриархию, похоже, вам путь заказан?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дело спасения, веренное Иисусу, Он и укажет, и пошлет в нужное время. Если бы мы даже и обдумали свое положение, То через час все может перемениться. Притча 27.1 «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тебе, что родит тот день». Матфея 6.34 «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». «Понадеешься на кого-то, а он уже идет в другую сторону». Сирахова 6.8 «Бывает друг в нужное для него время, и не останется с тобой в день скорби твоей». Сирахова 29.3 «Твердо держи слово и будь верен ему, и ты во всякое время найдешь нужное для тебя». Проще всего было бы остаться как есть. Если даже объединение произойдет, то как на нас это повлияет? Если только в поминовении Патриарха, то я его не переставал поминать никогда, и всегда молюсь за него, за обращение его к Богу, чтобы он стал верующим, встал на путь спасения. Если нужно причащаться с ним, то мы не отрицали никогда спасительность таинств в Московской Патриархии. Если же их священники будут ходить к нам причащаться, то и это теоретически возможно. Но вот жить во лжи, жить по их самости сергианской, экуменической, на это нет мне пути». Римлянам 13.12 «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света». 2 Коринфянам 4.6 «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». 2 Коринфянам 6.14 «Не преклоняйтесь по чужой ермо с неверными, ибо какое общение у праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» Ефесянам 5.8 «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». По полю минному неясная тропинка, проложенная знающим воронки. Вокруг останки чьи-то икрапива смерть напружинилась в заржавленном покрове. «Случайно ли нас Петр предупреждает, сам испытавший горечь поражений? Лев людоед на нас, и змеи вот-вот ужалит, готов к броску, не дали осажения. Блажен, кого микроб не одолеет, в чьем теле здравия побольше, чем болезней, иначе черепки уже не склеить, когда варьё к нам в хижину залезет. Блажен и счастлив, чьи грехи покрыты, чья кожа эфеопа повелела, чума минует, вирусы от гриппа, не посигнёт нагибельность от гнева. Как предузнать опасности знакомства? Не быть ощипанным, догадливым прослыть. В грехе, коль оскользнулся, не захряснуть в косность. Опасно высыпет пренебрежение сыпь. Предупреждает дух святой писанием и совестью у тех, в ком не сожжёна, не быть во продоверье злыми псами, такие первые в сражении поражённые. Терпение в усопших поражает, не заступиться и не оправдаться им. Законничество в помощь ли скрижали, с фанфарами иль вход в Иерусалим? Кому, кто осторожен даже в доме, в общении с ближайшими по духу, гарантия, что в гневе не утонут, во тьме светильник веры не потухнет. Надменности провалы перепрыгнуть, высокоумие вершина обойти. Не аленький цветочек, не золотая рыбка к святому вкус дают и аппетит. 29 июня 2005 год. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком. Тема объединения». Том 13. Вопрос 2784. «Ваш правящий епископ Евтихий принял активнейшее участие в сближении с Патриархией, а сейчас о нем практически не слышно, хотя он был и в объединительной комиссии. Что стало с ним?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Он жив и немного здоров, но думаю, что его добрые чаяния были раздавлены тем, что пошло вслед за первыми намерениями архиереев РПЦЗ. Если бы не ездили по святым местам паломники, то было бы больше времени заниматься изучением Священного Писания, и тогда разум был просвещен, и понимали бы замыслы творцов нового порядка. Кому так активно помогают желающие объединения с Московской Патриархией? Не каждый имеет доступ к интернету, потому привожу большой материал, точно отображающий суть проекта масонов по объединению всех религий в один котел и его исполнение». Заголовок «Не допустим капитуляцию Русской Зарубежной Церкви при освященному епископу Бастонскому Михаилу Подольск с просьбой передать данное обращение в Синод и Церковный суд РПЦЗ и получить аргументированный ответ. Продолжение следует... «Общественное мнение и координирующие действия по уничтожению православного христианства и национально устойчивых народов». «Такими словами готовящийся новый мировой порядок был охарактеризован в послании нашего архиерейского собора в мае 1993 года». «Православная Русь, 1993 год, номер 11» «Для любого честного человека очевидно, что посткоммунистические властители на территории России стали служить этой самой мировой системе зла, поскольку свои награбленные состояния они хранят в западных банках, насаждая ее законы и ее антихристианскую идеологию в России, что отражено и в нынешней Конституции РФ и в речах президентов как Ельцина, так и Путина. Переход клириков и прихожан из Московской Патриархии в РПЦЗ был продиктован тем, что руководство Московской Патриархии вместо противодействия этому решиму, бесстыдно криминальному, расчленившему и разрушившему историческую Россию, разграбившему общенародное достояние и систематически разглашающему нравственность народа для ослабления его сопротивления, предпочло благословлять этот режим так же, как в свое время благословляла коммунистический. Примеров всему этому, в том числе соответствующих высказываний действий Путина и Алексия Второго, было достаточно направлено с нашей стороны зарубежным архиереям, чтобы еще раз повторяться. Смотри наше обращение к участникам всезарубежного совещания духовенства в США в конце 2003 года. Тем не менее, наши архипастыри странным образом предпочитают верить непредоставленным нами бесспорным фактам альстецам из патриархийного окружения Путина, вместе с ними величая его русским патриотам и, цитата, православным президентам. Мол, гонений на церковь больше нет, строятся храмы, в них поют величественные хоры. Нам же подмена спасительной миссии церкви ее внешним великолепием кажется еще более страшным ударом по ней, чем гонения. Прежняя богоборческая власть хотя бы не пряталась под маской добра, и церковный народ видел ее суть. Сегодня же руководство Московской Патриархии добровольно и без всяких гонений помогает служителям тайны беззакония сохранять свою маску и обманывать народ. В этом сергианство высшей степени, дискредитирующая церковь. Начало необходимого диалога РПЦЗСМП мы сначала понимали как попытку нашей церкви откровенно поставить на обсуждение все эти вопросы и другие разделяющие нас проблемы для четкого разграничения линии фронта в идущей войне сил добра и зла, от которой зависит судьба России и мира. Ведь мы видим, что и в рядах Московской Патриархии множество клириков и прихожан оказывают сопротивление апостасийному курсу мирских и церковных властей. И эти наши единомышленники нуждаются в нашей поддержке. Русская зарубежная церковь могла бы найти формы поддержки их усилий на высоком уровне, стать их духовным водителем и рупором их справедливых требований. Однако, как можно видеть по итогам двух официальных визитов в Российскую Федерацию наших архиерейских делегаций, теперь уже во главе с первой иерархом, объединение начато не для поддержки стройного церковного народа в Московской Патриархии, а для перехода на позиции конформистского руководства МП вплоть до восхваления криминальных властей нашей несчастной страны, население, которое вследствие политики в кавычках православного президента только за две недели визита зарубежной делегации уменьшилось на 50 тысяч человек, по 3 тысячи в день. Поразительно, что инициатива привлечения Путина к процессу сближения происходила от нашего архиерея, архиепископа Марка, как об этом сообщается в вестнике германской епархии РПЦЗ. 2003 год, номер 2, страница 7. Высокопреосвященный владыка Марк для этого уже в начале 2003 года встретился с Путиным и заявил ему, что данные церковные проблемы, цитата, переплетаются также с государственными интересами. Однако нельзя не видеть, что государственные интересы, как Путина и как руководство Московской Патриархии, состоят в том, чтобы путем, в кавычках, воссоединения, ликвидировать РПЦЗ, цитата, как досадного и неподкупного свидетеля русской истории 20 века. Так совсем недавно говорилось в обращении архиерейского синода РПЦЗ к русскому народу от 18 февраля по новому стилю 2 марта 2000 года. Добавим. Ликвидировать как бастион русского духовного сопротивления новому мировому порядку. Что же изменилось с марта 2000 года? С точки зрения большинства наших клириков и прихожан в России демонстративно проеврейское правление Путина лишь усугубило положение. К тому же при нем и преемственность от богоборческой коммунистической власти выразилась в восстановлении мелодии гимна, возвращении Красного Знамени для армии, праздновании Дня Чекиста, в заявлении о недопустимости удаления трупа Ленина с Красной площади и тому подобное. Удручает, что визиты обеих делегаций РПЦЗ в Российской Федерации проходили на условиях МП и в сущности означали отказ от откровенного диалога при одностороннем покаянии владыки Марка за прежнюю позицию нашей церкви. Так это и было подано в российских государственных СМИ. Визит высокопреесвященнейшего митрополита Лавра также был связан с действиями, которые, цитата, «лажатся под тяжким временем на совесть многих и многих», как было признано уже на Архиерейском соборе 2001 года относительно некоторых заявлений 2000 года. Случайно ли накануне визита высокопреесвященнейший владыка Лавр, цитата, «с большой радостью поздравил Путина с победой на выборах, которые даже международная организация наблюдателей Аксис признала, цитата, «несоответствующими международно принятыми демократическим стандартам». При этом президентская администрация самыми грязными методами постаралась очернить С.Ю. Глазьева, выступавшего от имени русской православной оппозиции. Кто, это важно, посоветовал высокопреосвященнейшему владыке Лавру написать такое поздравление Путину? Смотри «Русский вестник», 2004 год, номер 8, страница 2. Компрометирующий нашу церковь в глазах русского народа. Случайно ли начало визита владыки Лавра совпало с 60-летием 15 мая со дня кончины митрополита Строгородского? Вопрос. Почему на эти слова унижающий подвиг священных святых новомучеников со стороны зарубежной делегации не последовало возражений? Случайно ли за все время двухнедельного визита члены делегации, за исключением отца Павла Иванова, не участвовали ни в одном богослужении в пригодах зарубежной юрисдикции, где поминают митрополита Лавра? Делегацию напрасно ждали для разъяснений приехавшие клирики из разных областей, и они разъехались с горьким чувством покинутости. В то же время в праздник вознесения после богослужения в очередном патриархийном храме делегация нашла время для встречи с вернувшимися в Россию эмигрантами, не поминающими владыку Лавра, прихожанами московской патриархии, под предводительством представителя самозванной, цитата, государыни Марии Первой, Зе Чавчадзе, который все еще гордится совпатриотизмом своего дяди, советского агенда Казымбека. Но ни один из эмигрантов-прихожан РПЦЗ на эту встречу приглашенный не был. Лишь перед отлетом из России высокопреосвященнейший митрополит Лавр после лобызания перед телекамерами с президентом Путиным приехал вечером на синодальное подворье в Подольске для приходского ужина. Прихожан созывали по телефону в последний момент. И хвалил Путина опять-таки в присутствии видных деятелей из московской патриархии, из-за чего откровенная беседа оказалась невозможна. Можно ли все это считать нормальным вопросом? Восполняя отсутствие такой возможности обменом мнениями в дни визита и спросив на это в Подольске благословения самого владыки Лавра, мы, члены РПЦЗ в России, пишем данное обращение, направляя его через преосвященного владыку Михаила, по его настоянию также в церковный суд нашей церкви, чтобы оно не растворилось в воздухе. Ибо наша совесть не позволяет нам согласиться с предлагаемой нам капитуляцией русской зарубежной церкви. Все вышеизложенные утверждения о сути нынешнего криминального режима в Российской Федерации и его поддержке руководством московской патриархии мы готовы подтвердить для суда конкретными фактами, впрочем, хорошо известными. Поскольку решение о капитуляции еще должно, так нам было обещано, рассматриваться всезарубежным собором РПЦЗ, мы, прихожане зарубежной церкви в России, призываем всех членов нашей церкви готовиться к этому собору и требовать его созыва. А церковный суд проследит за этим. Мы не собираемся создавать еще один раскол и разбредаться по многочисленным, ныне неканоничным, квартирным, в кавычках, и самосвятским юрисдикциям, а чувствуем себя обязанными бороться за нашу церковь и ее миссию. Мы требуем выполнения решения Архиерейского собора 2001 года о том, что, цитата, «никакого внешнего объединения с московской патриархией не может быть, если не существует единения в истине». Мы продолжаем надеяться, что вышеописанное явное отклонение от истины посетивших Российскую Федерацию делегаций объясняется незлонамеренным предательством наших архиереев, как это утверждают недоброжелатели нашей церкви, а временным ослеплением делегация прибыла в Российской Федерации на неделе ослепу из-за незнакомства с истинным трагическим положением в России. К тому же агентам властей Российской Федерации и Московской патриархии удалось добиться от членов делегации желаемого, аргументируя тем, что, цитата, «в России безбожной власти уже нет». Надо убедиться в происшедших коренных изменениях и, цитата, «исцелить раны, нанесенные революцией и гражданской войной». Хорошо было бы, если бы было так. Однако вся Россия остается покрыта памятниками и именами большевистских, а не белых. Они до сих пор официально считаются преступниками, героев той гражданской войны. По большому счету в России сейчас, пусть и в сокрытом виде, именно продолжается гражданская война, как часть непрерывной войны стойкости, части русского православного народа против глобального наступления тайны беззакония. «Мы не собираемся стать дезертирами в этой войне». Что же касается происшедших, цитата, «коренных изменений», в их результате Россия при Путине увеличила число своих миллиардеров с 7 до 35, в большинстве евреев. «То они будут проведены и антихристом, который тоже не будет коммунистом и не будет показывать себя безбожником, а будет объединять все религии для поклонения себе и сатана избранному народу». Так же, как это сейчас провозглашает Путин, стремящийся, цитата, «способствовать объединению христианского мира вне зависимости от каких-то нюансов, которые делят мир на различные церкви и конфессии». Цитата, «неважно, к какой конфессии он, человек, принадлежит, все конфессии придуманы людьми». Это цитата от 11 февраля 2002 года с сайта президент.кремлин.ру «Вот в каком контексте следует понимать объединительные, цитата, «государственные интересы», в кавычках, православного президента Путина. «Утрата нами надежды на прозрение наших архиереев и на исправление содеянного ими, которая все более, цитата, «ложится тяжким бременем на совесть многих и многих», будет означать конец миссии русской зарубежной церкви и русской эмиграции как части русского народа, которой Богом было предназначено стать передовым дозором Третьего Рима в преддверии событий апокалипсиса. Мы благодарны за тот опыт познания мировой системы зла и, цитата, «подвига русскости в условиях мировой апостасии», который передали на родину лучшие представители русского зарубежья. «Это наследие живет в здоровой части церковного народа в России. Было бы очень жаль, если продолжение этого подвига уже на родной земле будет совершаться без участия зарубежной церкви. Пока еще не слишком поздно, давайте же, досточтимые отцы, братья и сестры, в Отечестве и России несущие, сделаем последнюю попытку не допустить готовящегося позорного конца миссии русской зарубежной церкви и миссии русской эмиграции». М.В. Назаров, Троица, 17-го по новому стилю, 30-го мая, 2004-й год. По скрипту, этот текст был замыслен как черновой проект для составления коллективного обращения клириков и мирян зарубежных приходов в Россию в церковный суд и ко всем членам РПЦЗ. Однако, преосвященный владыка Михаил не благословил это начинание. Поэтому его автор вынужден поставить под ним только свою подпись с некоторыми корректировками текста и переадресовать его владыке Михаилу с настоятельной просьбой дать ответ на главный вопрос «Кто с кем в идущей войне за православную Россию?» «Хотя у многих из нас немало личных грехов, с которыми мы должны бороться, это не аргумент, чтобы ограничивать нас только личным уровнем церковной жизни и запрещать нам высказываться по судьбоносным вопросам для России и Русской Церкви. Одновременно передаю это обращение в открытую информационную сеть в надежде на поддержку единомышленников как и Русской Православной Церкви за границей, так и из Московской Патриархии, ибо предыдущие мои личные письма руководству РПЦЗ никакого результата не возымели». Послесловие. Естинственным ответом на это обращение в церковный суд было немедленное изгнание епископа Михаилом его автора вместе с его супругой регентом из числа прихожан синодального подворья в Подольске. Еще недавно епископ Михаил называл Россию «религиозной пустыней». Зимой 2004 года он не одобрял ни покаянного так, простите, он не одобрял ни покаянного визита архиепископа Марка, ни готовившегося визита митрополита Лавра. Но вскоре стал активно участвовать в совместных СМП акциях, в том числе с отцом Николаем Соколовым, не считающим его епископом и даже с представителями власти, например, совместным с Кириенко, ныне он полпредпрезидента Малении цитата о мире Иерусалиму. Ибо цитата «высший уровень иерархии церкви вынужден корректировать вопрос свою деятельность и с государственной политикой», считает владыка Михаил. Цитата «Мы ждем с нетерпением, что на ближайшем архиерейском соборе РПЦ будет принято решение о восстановлении евхаристического общения церквей. Затем этот же вопрос будет обсуждаться архиерейским синодом Русской Зарубежной Церкви. Надеюсь, что решение вопроса также будет положительным. 3w 7.ru 5 ноября 2004 год курсив наш. Патриархийные патриоты откликнулись статьей о Рюмина Кимвал Звенящий 3w rusk.ru от 6 июля 2004 года, изобилующей многими неточностями и подтасовками. Приведем из этой статьи лишь ее выводы без комментариев. Цитата для М.В. Назарова церковь это средство приложения общественно-политических сил как синагога в талмудическом иудаизме. Не забудем, что Господа нашего Иисуса Христа предали на распятие как раз храмовые синагогальные политиканы. Называется это антихристово политика болезненное состояние прелещенного духа получившее отражение во всем открытом письме Назарова. Только дьявол мог внушить человеку числящему себя в православных русских мысль о продолжении гражданской войны в России. Почему беснуются Назарова и сектанты замышляют тщетное? Проблема одна. В их больной душе утратившие способность доверять церкви и Богу это одна из форм богоборчества. Кавычки закрыты. Настоятель московского прихода РПЦЗ отец Евгений Корягин по поводу подобных поздравлений говорит чем более они искренни и чисто сердечны тем более зловещей антихристианской подменой они предстают. В этом есть что-то духовно болезненное. Беседа с прихожанами о текущих событиях церковной жизни лета 2004 года МН декабрь 2004 год. Эту новую теорию цитата равно честности двух путей отец Евгений Корягин характеризует следующими словами цитата «Мы можем признать святость пострадавших в годы гонений лишь в той степени в какой они не были сергианами хотя бы они и не порывали общение с митрополитом Сергием. Сам факт поминовения митрополита Сергия еще не делал человека сергианином если он не участвовал в предательстве своих собратьев и в деле собственно ручного разрушения церкви таков например священномучек Иларион Троицкий который на словах поддерживал политику митрополита Сергия а в жизни своей шел путем мученичества он как и священномученик Фадей Успенский и Анатолий Грисюк прославлен нашей церковью в 1981 году но не могут цитата вместе предстоять пред Богом секретные осведомители ЧК и их жертвы истинные мученики и те кто отрекался от них и называл их политическими преступниками даже если последние потом тоже пострадали где обретем силы если сейчас разорвем духовную связь с новомучениками ломзая их гонителей строящих им гробницы беседа с прихожанами о текущих событиях церковной жизни лето 2004 год декабрь декабрь МН книга Исаии 57 12 Я покажу правду твою и дела твои и они будут не в пользу тебе языки 8 8 9 17 18 и сказал мне сын человеческий прокопай стену и я прокопал стену и вот какая-то дверь и сказал мне войди и посмотри на отвратительные мерзости какие они делают здесь они еще землю напоили нечестием и сугубо прогневляют меня и и вот они ветви подносят к носам своим зато и я стану действовать с яростью не пожалеет око мое и не помилую хотя бы они взывали в уши мои громким голосом не услышу их ажиотаж по случаю побед нельзя считать сиюминутным даже пыль оседает и заносит след а то умышленно сотрут или замажут сотлеет прах как бы не воевавших гробокопатели и мумии утащат вновь первозданный вид у древней пашни собрать посеянное нет победы слаще искусственно трезвонят облом беспострадавшие в жуткой мясорубке тот строй и та страна пошли на слом кому же повезло с победой крупно тому кто судьбы склеил из кусков необратимо тяжких и червленых сумел увидеть стрелки у часов и лик творца который им оплеван теперь настал черед к Христу взмолиться обеты мывал ведь не умные плотские крещения тайного искали коммунисты и не евангельских а бабушкиных скиний победа над собой и эгоизмом блистательно красна со всех сторон отвергнуться себя путь к воскресенью близок взять крест неспосланный спасителем царем исполните заповеди данные Иисусом залог бессмертия обрящешь при крещении нам предлежит добыть венцы и гусли избегнем адского с дьяволом мучения таких побед и отзвука не слышно а их не тысячи а может миллионы им жезл немаршальский бери нам много выше венчают там героев самых скромных неистремимо тяга к торжеству подай нам честовать иконы храмы мощи герои истины при христе растут не на хвостовстве кремлевской кочки 16 июля 2005 год Игнатий Лапкин Благодарю за внимание сегодня все с Богом Сергей Сергей да брат там пришли эти Иваны ты можешь забрать могу а у тебя это общение не приходило номер груза нет не приходило как тебе передать что как передать ну номер груза забрал ну у тебя ватсап есть интернет есть еще какие-то вопросы глупые задаешь я в сети хоть по ватсапу хоть по скайпу хоть по смс хоть приедем по почте хоть пошли как нет сообщение которое у меня на телефоне сейчас стоит как оно тебе переслать я не знаю ну смс к ну а как его скопировать себе в смс как скопировать смс да ну чё тебе или это сообщение надо открывать и там уже искать кому как послать его передать да там там у тебя должна быть переслать там скопировать у тебя же смартфон сейчас у тебя непростой телефон там все это делается методом тыка можешь это делать ну ладно понял сейчас постараюсь вот ну и если не это то давай вместе съездим я могу заехать слышит это давай договоримся по времени все равно разгружать или в принципе там немного я один раз вижу можно тебя не беспокоить возьми один потому что сегодня Игорь за мной заезжает я к нему еду там у нас и занятия будут и мы это будем снег ему надо помочь скинуть ладно я сейчас тебе попробую переслать попробуй я володя да да спасибо спасибо Продолжение следует...